всем привет друзья меня зовут саша это канал вязание сегодня я хочу записать для вас мастер класс по вязанию вот такого вот шарфа на самом деле шарф простой но во первых он какой-то под любым подключил получил отклик на самом деле от вас я если честно не ожидала вот ну и если его скажем так применять в правильном русле то он смотрится совсем не простым и очень выигрышно давайте для понимания я вам ставлю фотографии как он смотрится как его можно носить это естественно абсолютно не предел да и не какая-то инструкция как его носить вы можете носить его как вам угодно и вязать естественно из любого цвета и соответственно он будет подходить вообще под любой ваш стиль гардероб и так далее значит смотрите хочу вам просто показать поближе то есть вот таким вот образом значит это узор ажурная сетка их сто тысяч пятьсот миллионов штук но я вам покажу тот который выбираю я значит ну опять же я думаю что очень многие кто в общем-то вяжет до такими узорами понимает как его вязать но в моем случае есть некоторые хитрости как провязывать по изнаночной стороне для того чтобы вот эти дырочки они ну видите в принципе достаточно такие большие но чтобы они не были расхлябанными очень расхлябанными я вам покажу как их провязывать по изнанке на мой вкус так лучше всего значит смотрите что бы я хотела сказать я вам буду показывать на толстой пряжи и сам шарф до связан на толстой пряжи могу сказать сразу его можно вязать абсолютно из любой пряжи из любого метража как угодно добавлять не знаю там какие-то пайетки какой-то люрекс все на мохер тот же самый все на ваше усмотрение но могу сказать на мой личный вкус в толстой пряжи этот шарф смотрится более выигрышно я вязала такой шарф из тонкой пряжи примерно где-то на 100 грамм 400 что-то 50 500 максимум метров на мой личный вкус он смотрится намного проще он смотрится знаете ну вот как авоськи мы вяжем вот примерно что-то такое на толстенькой пряжи он смотрится более выигрышно вот значит смотрите шарф на примере в ширину где-то двадцать семь двадцать восемь сантиметров потому что узор понимаете он такой достаточно и сложно очень сказать именно ну вот прям как она есть и в длину после стирки он стал почти два с половиной метра поэтому сразу могу сказать да что чтобы вы закладывали это все когда будете вязать потому что у каждого из вас будет своя пряжа а значит после стирки шарф тянется то есть его можно сделать более узким в ширине и чуть-чуть растянуть сделать более широким то есть тут на ваш вкус и по длине естественно когда вы его постираете пряжа намокает вы ее отожмете она чуть-чуть пряжа ну не то что худеет но становится чуть-чуть буквально тоньше и шаров сам расправляется поэтому ну вот могу вам сказать так что до стирки он у меня был где-то метра наверное девяносто примерно так ну два максимум мы возьмем вот после стирки он стал почти два с половиной где-то два сорок ну вот вот таким вот образом я могу сразу сказать что я нещадно там его крутила вертела потому что мне еще хотелось посмотреть как пряжа себя поведет но вообще вообще просто чтобы вы знали что он тянется так значит смотрите на экране я вам оставлю схему да она где-то вот здесь вот появится вы можете себе print screen сделать или сфотографировать чтобы она у вас была под руками потому что здесь она постоянно не будет болтаться чтобы нам не мешать значит смотрите раппорт узора простой 4 петли в ширину поэтому в общем то тут никаких проблем я думаю не возникнет давайте быстренько пробежимся по пряжи до который я вам хотела показать значит вот смотрите мы будем вязать вот из этой пряжи я уже набрала спицы эти петли чтобы ну не отвлекаться да и не занимать ваше время так это мы пока что вяжем на шестерках я по крайней мере вяжу пряжу вот которую я вам сейчас буду показывать вяжу на спицах шесть вы естественно можете брать абсолютно любые спицы которые подходят под вашу пряжу значит вот это конкретно пряжа значит по как это называется по фирме да и так далее не имеет абсолютно никакого смысла это вообще ровно этот брашт флис называется но не суть здесь метраж 50 грамм 105 метров конкретно в данной пряжи значит я вам тут вот просто так как это пряжа ну по моим данным снята с производства она есть в магазинах ее можно купить но во первых она мягко говоря не дешевая во вторых ну а в остатках то есть не все цвета естественно есть в наличии поэтому смотрите мы ее можем заменить чем любой бобильной пряжей вот значит смотрите вот здесь у меня конкретно пряжа на 100 грамм 220 метров да то есть это 50 грамм соответственно 105 метров то есть это можно сказать практически полный аналог да это вот такой вот шнурочек который тоже мы можем вязать на шестерке значит дальше смотрите мы можем заменить потоньше пряжей drops air да здесь у нас получается 50 грамм 150 метров то есть она конечно прилично тоньше но тем не менее от цвета еще зависит она шнурочек да то есть вот вот такую шнурковую пряжу можно брать можно брать drop sky можно брать infinity design air можно в принципе любую в общем вот такую шнурковую пряжу или даже цепочку вы тоже будет хорошо значит смотрите здесь я тоже вам еще принесла это лана лана гата plaza вот у нее по моему 100 что-то 125 метров что-то такое или 135 метров тоже она в общем то подойдет но тоже она шнурочковая такая и смотрите принесла еще такого толстячка но он тоже подойдет на самом деле будет хорошо это газал викинг это бюджетная пряжа 100 грамм 100 метров да то есть она получается намного толще чем это но не могу сказать что это прям ну не в смысле что это незаметно заметно но в этой пряже тоже будет хорошо и у этой пряжей классная палитра классные оттенки поэтому если ну вдруг вы не хотите прям сильно много денежек тратить вы можете купить вот такую пряжу и соответственно но единственно по расходу сейчас мы поговорим вот и я думаю что будет тоже очень-очень точнее я не думаю и уверена что будет хорошо вот значит пряжа мы с вами поговорили значит на данный шарф у меня ушло три с половиной матка данный пряжа у меня было всего четыре вот остался небольшой ну смысле как почти что полный в общем моточек он еще что такое достаточно объемный вот значит соответственно то есть если вот какие-то бобины то это получается 50 50 то есть 100 где-то 200 грамм в общем максимум вы берете я думаю что у вас даже оставит останется где-то 170 180 вот будет хороший расход то есть вы видите пряжа потянулась да и соответственно за счет узора естественно пряжа то сама достаточно стабильная потому что я вязала полотно другое лицевую гладью там и так далее оно стабильное вот поэтому сам узор просто тянется значит соответственно то есть 180 где-то 190 грамм вы берете вот что-то такого метража 105 110 метров но соответственно вот вот такие вот это в любом случае 4 моточка вам понадобится значит по поводу газал викинг я думаю что примерно где-то опять моточков нам понадобится потому что она толще да то есть это соответственно 50 грамм 50 метров то есть два грубо говоря раза толще но это конечно так все равно не не получается она хоть и толстенькая но не в два раза конечно вот но тем не менее я думаю что вот это и 5 моточков понадобится точно вот значит что ну спицы соответственно то есть на газал я думаю что надо будет где-то семерку скорее всего брать по спицам вот air в принципе можно брать 5 и 5 ну 6 зависимости от плотности здесь вот шестерочка будет хорошо так все что нам нужно соответственно с вами поехали мы набираем количество петель значит смотрите конкретно на вот этот шарф шириной примерно 28 29 сантиметров я набирала 30 получается 4 петли раппорт узора у нас 4 петли и плюс 2 кромочные по бокам до чтобы это красиво смотрелось соответственно 4 на 8 дают как рапортов мы считаем это у нас 32 петли и плюс 2 петли кромочные это соответственно 34 петли мы набираем вот я естественно все 34 сейчас набирать не буду для того чтобы вам показывать я набрала на три раппорта у меня здесь получается 14 петель то есть 12 петель основных и 2 кромочные значит мы набираем ну я набирала самым обычным простым способом длинный хвост вот вот я думаю что вы видите вы можете набирать конечно любимые абсолютно способами но я набираю длинный хвост мне больше всего так нравится значит и так как это обратно поворотными рядами мы естественно с вами вяжем изнаночный ряд мы провязываем просто по узору то есть все изнаночные петли вот пришли к началу значит и пошлите с вами вязать итак поехали вязать значит первую кромочную мы с вами снимаем дальше нам необходимо провязать две петли с лак с наклоном вправо то есть это две вместе дальше мы делаем 2 накида от себя вот таким вот образом и нам необходимо провязать две лицевые вместе с наклоном влево то есть мы делаем вместе с протяжкой таким образом дальше повторяем все то же самое две петли с наклоном вправо делаем 2 накида 2 петли с наклоном влево поехали дальше 2 петли с наклоном вправо накид от себя и протяжка все последнюю петлю мы провязываем снова вами изнаночной первый ряд у нас готов поехали дальше все изнаночные мы с вами провязываем по рисунку но будьте здесь внимательны сейчас я вам покажу небольшой момент значит первую петлю мы снимаем это кромочная до провязываем изнаночной вот смотрите у нас с вами два накида давайте поближе вам буду показывать два накида 1 накид мы провязываем за переднюю стенку второй накид мы провязываем за заднюю стенку таким образом у нас будет красиво формироваться дырочка она будет не огромное такое знаете непонятно что а будет красивая значит ну понятное дело что я вижу классическими петлями да классическим способом то есть лицевые за переднюю стенку но соответственно изнаночная с обвитием я вижу это называется классический способ поехали дальше то есть пока у нас без просто идут изнаночным их провязываем и дальше смотрите накиды мы за переднюю 1 провязываем 2 за заднюю ну и соответственно повторяем все тоже и за заднюю так так и последняя изнаночной вот видите дырочки получаются очень такие симпатичные красивые не огромные но вполне себе так поехали дальше у нас третий ряд первую изнаночную мы снимаем значит смотрите как мы ориентируемся вообще вот даже если там схему потеряли не знаю собака съела и так далее мы смотрим как вот у нас идет видите полосочка если она направлена в эту сторону да то есть вправо вправо соответственно что нам нужно сделать нам нужно сделать сделать накид от себя и провязать с протяжкой вот соответственно здесь мы две петли с наклоном вправо поехали дальше делаем уже два накида то есть здесь мы у нас узор смещается смещается значит сделали 2 накида и с наклоном влево провязали вот соответственно здесь то есть вы должны понимать когда мы видим дырочку у нас мы здесь петли до провязываем чтобы оно у нас получалось сжатие если видим вот так в следующем ряду соответственно будут накиды сейчас покажу таким образом так поехали дальше значит два накида провязываем схема будет словесное описание под кнопочкой еще вы сможете его найти если вдруг вы подзабыли так вот мы сделали и в конце мы делаем 1 накид и последнюю петлю мы провязываем изнаночной то есть у нас видите дырочки будут шахматном порядке соответственно следующий ряд изнаночный до последний в раппорте мы с вами провязываем изнаночными петлями и не забываем о провязывании когда у нас вот такой один мы его провязываем за переднюю стенку просто у нас идут изнаночные так значит 1 провязываем за переднюю 2 провязываем за заднюю опять 1 за переднюю 2 за заднюю просто изнаночные изнаночными и когда одиночные просто за переднюю все последняя кромочная всегда изнаночными все смотрите весь раппорт мы с вами провязали вот они наши дырочки вот таким вот образом смотрится узор давайте еще разочек я вам покажу то есть мы уже будем формировать второй раппорт значит первую кромочную мы снимаем далее смотрите видите у нас здесь дырочка соответственно что нам нужно сделать то есть и видите у нас нет вот этой вот полосочки которая ушла сюда вправо она идет влево тогда мы видим с вами да что у нас пошла вправо мы делаем накид и 2 вместе с наклоном влево когда мы видим первую здесь накид нам соответственно нужно вам с вами провязать 2 лицевые вместе вправо делаем два накида и у нас идет вот таким вот образом влево и соответственно тут же вправо то есть опять же видите когда у нас накид был вот здесь накиды были нам уж не можем дырка на дырке сделать это будет непонятно что вот таким вот образом дальше соответственно мы с вами должны сделать 2 накида с наклоном влево и тут же с наклоном вправо и снова 2 накида и с наклоном влево здесь уже видите накид нам делать не надо потому что здесь уже была дырочка мы просто провязываем изнаночной все видите получается то есть у нас дырочки идут в шахматном порядке вы буквально пару рапортов провяжите и у вас механизм отложится сами руки будут понимать что там тут дырочку не могу провязать потому что здесь уже была дырочка все в общем то вяжем на любое желаемое количество до рапортов то есть вы можете вязать и я не знаю 100 рапортов и 50 как угодно то есть вы смотрите в зависимости от вашей пряжи то есть у меня вот получается можно равняться на матки скажу честно я не считала ряды потому что в этом нет никакого абсолютно смысла у нас у всех скажем понятие желаемой длины абсолютно разное то есть я вывязала три полных вот таких вот моточка и от четвертого у меня буквально наверное рапорта 4 я связала даже наверное нет даже на на 5 и все закрыла закрываемый по лицевой стороне самым простым способом давайте я вам сейчас покажу вдруг кто-то не очень знает этот способ но мне на данные пряжи при данном так на всякий случай напоминаю изнанку мы с вами первый накид провязываем за переднюю стеночку изнаночными 2 за заднюю просто изнаночные так еще разок напоминаю за переднюю за заднюю ой выскочила за заднюю просто изнаночная провязывается и так так все провязали значит смотрите то есть вот вы дошли и скажем до логического завершения вашего шарфа палантина как угодно называйте естественно что вы можете и ширину регулировать да не только длину то есть например на 28 9 сантиметров я набирал 34 петли соответственно если вы хотите прям большой широкий палантин то вы можете набрать там и 68 петель да ну или соответственно меньше вот поэтому тут уже на вкус и цвет значит все чтобы нам закрыть мы берем самое простецкое закрытие первую мы снимаем следующую мы провязываем лицевой набрасываем вторую провязываем лицевой предыдущую набрасываем потом опять провязываем лицевой и набрасываем и так мы делаем с вами до конца ряда вот смотрите получается косичка вот она наша косичка вот она здесь смотрите получилось так вот это у нас был наборный край и вот ну скажем отдаленно напоминающий вот это косичка закрытия вот она не стягивает она достаточно эластичная то есть тут главное не перетянуть и не сделать слишком расхлябанно то есть как вы вяжете обычные петли так вы его и закрываете этот край на том что есть расхлябанно это будет вот такая юбка если сильно зажмете он будет так вот собираться все да то есть и соответственно таким образом вы закрываете ниточку обрезаете все проводите в то помните что он у вас растянется конкретно до подтянется поэтому я имею ввиду петли да так конкретно расползутся вот поэтому вы пожалуйста это закладывайте чтоб потом для вас не было неприятного сюрприза что вы хотели двухметровый шарф у вас получился там 250 вот потому что узор он когда мы вяжем он немножко так подтягивается да потому что это такие а дырочки ажурные последнюю смотрите я всегда вот так вот провязываю просто лицевой не изнаночной и здесь же на нее набрасываю все соответственно мы отрезаем здесь нитку чик представили что отрезали эту петлю вытянули все вот видите у нас получился вот представим что это наш огромный шарф все стираем то есть видите до стирки секции вот даже давайте я вам покажу поближе вот смотрите я думаю вы видите вот до стирки полотно вот после стирки то есть они конкретно подтянутся не под тянутся потянутся растянутся петельки за счет этого полотно становится чуть чуть тоньше и за счет этого дырочки больше приобретают именно как соты да здесь они такие ну я не знаю как кружочки мне напоминают здесь они более такие вытянутые становятся собственно все ничего мне кажется сложного нету элементарно простецкий шарф но если честно когда я получила заказ так как это заказ да то есть я не специально вязал этот шарф я думала что ну так себе то есть шарф и шарф да как бы не в моем вкусе но когда я связала постирала и примерила если честно я была немножко в шоке от того какой классный шарф получился то есть мне кажется если его вязать коротким возможно что он будет не так выигрышно смотреться но вот если такой вот длинненький то это будет просто знаете супер-пупер классная вещича вещица которую вы будете носить и радоваться вот так что все впереди у нас весна давайте будем вязать красивые шарфы палантины себе в подарок как раз к 8 марта мы с вами успеем связать вот если вы вяжете по моему мастер-классу то пожалуйста отмечайте меня я вам напишу хэштег по которому общем-то в инстаграме вы можете меня отметить мне будет очень приятно посмотреть на ваше исполнение и какие материалы вы подобрали и как это все дело смотрится в готовом образе вот так что все я благодарю вас за внимание огромное спасибо за ваше время за ваш интерес если вам видео было полезно поставьте ему лайк пожалуйста ну и вообще я если честно очень хочу вас попросить чтобы вы поддержали данный мастер-класс написали комментарии поставили сердечко если вдруг вы еще не подписаны на канал подписывайтесь потому что во первых это поможет данному мастер-классу увидеть большее количество людей и соответственно данные эти люди смогут связать себе красивые шарфы и соответственно это моя мотивация чтобы я снимала больше мастер-классом для вас отделилась своим опытом огромное вам спасибо тогда до следующего видео пока пока